Ситуация в переговорах с Азербайджаном не тупиковая, а разрушительная. Об этом заявил член исполнительного органа, экс-правящий Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. «Это не тупик, это свободное падение безопасности и национальных интересов», — заявил Шармазанов. Сегодня азербайджанская сторона даже не пытается скрыть того, что готовится к войне, а лидер этой страны прямым текстом заявляет о том, что война будет. Все это, считает Шармазанов, является следствием политической импотенции действующей власти, которая подписывала все бумаги, которые подставлялись, но при этом отказалась подписывать документы в рамках ОДКБ, которые предполагали предоставление Армении помощи. На вопрос, должен ли был премьер Армении Никол Пашинян подписывать документ, в котором нет четкой политической оценки вторжению Азербайджана на территорию Армении, Шармазанов отметил, что в политике неприемлемо руководствоваться логикой тостов. Он уверен, что документы по Армении необходимо было подписать. Необходимо трезво оценивать ситуацию. «Страна сегодня движется в пропасть, и наша задача остановить это — не допустить потери новых территорий и новых жертв». «Это — задача на один на сегодня», — заявил Шармазанов. По его словам, сегодня Армения оказалась на пороге новой агрессии и остро нуждается в оружии, и это признает также правящая сила и сам премьер. Единственная структура, которая может нам предоставить оружие и чьи войска находятся на территории Армении — это Россия, то есть ОДКБ. На этом фоне неприемлемо из-за отсутствия политической оценки отклонять содействие ОДКБ, пусть даже неполноценное хоть мы и не знаем, что было написано в этих документах, заявил республиканец. Шармазанов уверен, что документы стоило подписать, даже если они хоть на один процент сокращали возможность войны или способствовали сдерживанию азербайджанской агрессии.